Семиметровая стела, символизирующая морскую волну, на гребне которой установлено противотанковое оружие, был открыт для посетителей 3 сентября 1975 года на Хомском перевале. На этом месте находится братская могила, где захоронено 24 советских воина, погибших в боях с японской армией за освобождение Камышового перевала. Каждый год в дни празднования окончания Второй мировой войны сюда приезжают представители всех муниципальных образований, чтобы возложить цветы и венки к памятнику освободителям Южного Сахалина. Традиционно в этом мероприятии принимает участие Невельский совет ветеранов войны и труда, а также представители общества инвалидов Валентина. Нам, сахалинцам и курильчанам, история дала право отмечать День Победы дважды – 9 мая и 2 сентября. Мы всегда будем помнить о сотнях солдат, погибших на островной земле. Ежегодно сахалинцы и курильчане, начиная с 1945 года, отмечают 2 сентября как праздник. Называю его по-разному. Одни – праздником Победы над Японией, другие – днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Но с 2010 года 2 сентября объявлен днем окончания Второй мировой войны. Помолчим над памятью друзей, тех, кому мы больше не увидим, не услышим тех, кто жизнью всей вместе с нами в мир грядущий вышел. Помолчим, чтобы сказать о них не холодным равнодушным словом, чтобы они воскресли хоть на миг всем звучанием голосов живого. Не забывай кровавые закаты, когда в руинах был родимый край, и как на землю падали солдаты убитыми. Живой не забывай. Совет ветеранов войны и труда выражает благодарность руководству предприятия Невельская автотранспортная компания за безвозмездно предоставленный автобус для поездки в Хомск. Субтитры создавал DimaTorzok